Привет, с вами Гитлайт, и сегодняшний ролик гарантирую полностью опишет вашу необходимость покупки дорогих игровых наушников. Это будет честный обзор и сравнение, потому что HyperX мне не платили за обзор этих наушников, ссылки в описании вы не найдете, зато есть там другие интересные ссылки, да, всегда есть. Самое главное, мы сравним HyperX с моими, с Hyperia V3 40-летней давности и обычными затычками Counter-Strike, послушаем дальность опыта, которую вообще можно услышать, и сделаем вывод, нужны ли дорогие наушники для обычных каточек матчмейкинга или на фейсистам, на фейсисте. Поехали. По новой ссылке в описании, бонусов теперь больше. Сразу скажу причину создания подобного видео, купил HyperX Cloud Alpha, поэтому уделим пару минут ролика как хорошим, так и плохим впечатлением, ведь это популярнейший производитель, чей девайс покупает десятки тысяч пользователей. Так вот, это одно из самых топовых решений для геймеров, которым очень важен звук, АКС это, наверное, самая требовательная игра, где слышать все невероятно важно. И, разумеется, так как мы здесь все нереальные задроты сидим в игре по несколько часов в день, некоторые из вас определенно, нам нужны очень удобные уши, в которых можно высадить очень долго. Так как раньше, около трех лет, мне приходилось использовать Hyperia 3-й версии, вы можете представить степень моей привязанности к этому гениальному дизайну. Дело даже не в привычке, я и вообразить не могу, что какой-либо человек возгласит о неудобстве такого решения. Это идеальный вариант, который идеально подстраивается под форму любой головы. Удобно прилегать до всей поверхности и не имеет никакого давления, которое может спровоцировать неудобства. Что мы получаем здесь? Статичное оголовье, которое регулируется только в двух моментах, не растягивается, ничего. Да оно мягкое, но из-за отсутствия эластичности не такое удобное. Мать, спустя некоторое время я чувствую дискомфорт и надо поправить, потому что, ну, блядь, сука. Понятное дело, что здесь идет акцент на прочность конструкции, ведь Hyperic славится своей прочностью, но эти прослужили же как-то три года и прослужили бы еще столько. Просто нужно уметь обращаться с вещами и никаких проблем у вас не будет. Поэтому, если выбирать между комфортом и надежностью, разумеется, надо выбирать комфорт и не быть психически нездоровым человеком, который швыряет их туда куда-нибудь. Понятное дело, голова у всех разная, но если одному не идеально, значит не идеально может быть кому-то из вас, поэтому имейте подобный нюанс в виду. Еще есть минусов, не знаю как у вас, но я вижу эту херню, какого хера я вижу, я не понимаю, я не понимаю. Та в игре это не мешает и никак отвлекать не будет, но, сука, я знаю, что она здесь, я ее, блядь, созерцаю. Если у кого-то из вас есть эти уши, то напишите, пожалуйста, видно ли вам это с какой-либо стороны, потому что для меня это очень важно. Микрофон. Если вы хотите послушать, как он звучит, то я оставлю ссылки в описании на два ролика с тайм-кодами, где это демонстрируется. Где-то прям охренительный звук, как для игровых наушников, то есть с обычным микрофоном, а где-то вообще просто, просто, я не знаю, просто это жесть. Наверное, вы спросите, почему я не демонстрирую с него звук? Потому что он не работает, блядь. Есть какое-то шипение, но меня нет, я не знаю, я уже все перепробовал, это невозможно, это просто невозможно, я не знаю, он не работает, все. Уверен, что проблему можно когда-то пофиксить, но вам главное услышать, как он звучит, и ссылки в описании можете посмотреть. Вдруг кто еще не знает. Заебался. Сука. Ну, и теперь переходим к плюсам и, разумеется, сравнению. Принес домой, досталось коробки, они, кстати, пахли новизной до такой степени, что аж воняли это новизной, но это приятный запах, и я в восторге от такой поставки. Уши аж слиплись друг с другом в коробке, и это хорошо. В общем, подключил, как полагается, сразу включил музыку на компьютере, на который я всегда провожу свои тесты при покупке новых наушников, и думаю... Блядь, минус 8 косарей. И че нахуй? Взял, подключил к телефону, у меня Samsung Galaxy S9+, на него я сейчас снимаю, все ролики я на него снимаю, а у Samsung всегда было хорошее звучание, и просто охуел с этого великолепия. Около часа просто сидел и слушал музыку. Именно в тот момент я осознал, что мне похер на все эти недостатки, и наушники, сука, охерительные, просто они, они, нет, это, это охерительные наушники, да, да. Потом и на компе стало нормально, не знаю, с чем это связано, но, да, звук здесь просто лучший, 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 лучший. Но как дело обстоит в игре? Всегда говорил, что мне похер в каких наушниках играть, будто в затычках или в стилсах, поэтому даже не думал, что могут быть какие-то изменения. Но в процессе катки замечаю, что топа противников слышу из таких мест, из которых я даже не знал, что можно услышать его на таком расстоянии. И это все при том, что я даже не собирался прислушиваться, намеренно и что-то проверять, это произошло само по себе. Именно поэтому сейчас сравним все это дело наглядно. Начнем со стареньких стилсов, буду говорить, на каком расстоянии я слышу топ от противника, начинаю его слышать, и на каком расстоянии слышу скоуп авика. И так со всеми наушниками. Короче, все, стой на этом месте, никуда не двигайся, пока, пока будет тест. Это максимальное расстояние, на котором я слышу прыжки. Сейчас проверим, будем ли мы их слышать на обычных затычках. А ну. То же самое. Абсолютно то же самое. Так, и сейчас стой на месте. Ну, в них просто звук самый естественный. Вот да, да. Намного громче даже окружающая среда. Разумеется, громче из-за этого и прыжки. В кладах. А ну, чуть-чуть назад теперь, чуть-чуть. Короче, это не влияет никак, чуть дальше отходит. Ну, то есть это... В кванта-стреке работает радиус, в котором возможно услышать какие-либо звуки, допустим, прыжки или топот. Вот здесь я уже не слышу, какие бы наушники я не использовал, разумеется. Это ограничение установлено там на сервере. И в этом ничего удивительного. Так, ну давай теперь скоп с авика. Тоже с этого места. Вот здесь я слышу. Короче, это максимальное расстояние, на котором слышен скоп с авика. Проверяем в других наушниках. Стой на месте. Слышу. Но не так качественно. Он будто бы... В этих наушниках такой звук смешивается с другими звуками на карте, и его абсолютно невозможно заметить, если вы находитесь в процессе игры. Ты делаешь что-нибудь? Ну вот как бы и все преимущества вот этих наушников. То есть, я не знаю, стоит ли покупать такую гарнитуру за то, чтобы слышать скоп с авика на шаг ближе. На шаг ближе. Ну хрен его знает, честно. В них не слышно. Там, где слышно на клаудах. Вот. Даже в затычках слышно. В этих нет. Короче, давайте будем откровенны и возьмем во внимание то, что не все могут себе позволить дорогие наушники. Как видите, SteelSeries и Beria 3, даже при том, что это игровые наушники, которые не так давно еще использовали на мажорах, проиграли даже комплектный Make-E-G Samsung. А это не игровые уши. Понятное дело, HyperX Cloud Alpha это топовая модель, которая предназначена именно для гейминга, но она не так сильно превосходит любые другие наушники. Вы будете слышать все примерно так же, просто немножко отчетливее. В условиях боя наушники в любом случае ничего не будут решать. Это будет зависеть от ситуации и вашей личной внимательности. Поэтому все-таки считаю, что я был прав, когда говорил, что принципиальной разницы в гарнитурах нет. Уверен, что такие же обстоятельства будут и с игровыми клавиатурами механическими за нереальные деньги. В них нет никакого смысла. Это не мышка, которая действительно очень важна. Понимаю, что все хотят девайс от топового бренда и в любом случае при покупке у вас будут невероятные эмоции и вы будете считать эти наушники божественными, но у меня таких эмоций нет, поэтому я могу мыслить конструктивно. Мой совет выбирать именно удобные наушники, если вы берете их именно для игры, потому что в них должно быть удобно. Ведь в любых наушниках вы все равно все будете слышать. Но этим я все равно крайне доволен, в них слышно немного лучше, верно, но больше звуковой информации на карте благодаря им вы не соберете. Это невозможно в никаких наушниках и никогда не будет возможно, потому что это определяется не гарнитурой, а самой игрой, сервером или какими-то там параметрами. Ну, вы поняли. Но музыка в них просто восхитительная. Надеюсь, я дал ответ на многие вопросы. Если ролик был полезен, обязательно подписывайся на канал. А с вами был BePlight. До скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok